448 колпинских домов обслуживает жилком сервис номер один. Куда идет собранная квартплата, рассказывал генеральный директор предприятия Дмитрий Пестринчук. В прошлом году на текущий ремонт подведомственного фонда ЖКС номер один потратил 88 миллионов рублей. Однако на капитальный ремонт всех домов поступающих денег недостаточно. На сегодняшний день осуществить его можно только при участии самих жителей. При этом 95 процентов средств будут выделяться из бюджета города, а оставшиеся пять из средств собственников жилья. Одной из главных причин, отрицательно влияющих на качество работы ЖКС номер один, по словам генерального директора, продолжают оставаться долги населения по квартплате. В Копинском районе 12 тысяч семей неплательщиков. Мы уже подали 22 иска о выселении занимаемых живых помещений. Наниматели, которые имеют задолженности, уже достаточно серьезные. Понимая там социальную напряженность, мы первые исковые заявления не направили на те семьи, которые имеют малолетних детей либо малоимущие. Результат работы по взысканию задолженности, которая проведена была в жилком сервисе один в десятом году и в этом году уже одиннадцатом, дала большой результат. Большая часть встречи была посвящена ответам на вопросы жителей. Сильнее всего колпинцев беспокоили текущие крыши. Руководство ЖКС пообещало до осени их заделать. После чего будут устранены следы протечек в квартирах. В этом году также запланирована замена всех шиферных кровель Колпинского района на металлические. Мы очень надеемся. Вот у нас в этом году запланировано 50 ремонтов кровель на весь район. Конечно, эта цифра, может быть, кому-то покажется маленькой, но в принципе все равно в рамках, так сказать, глобального бедствия она очень и очень прилична. Тем более мы еще ждем с экономией корпусных процедур, еще какие-то деньги. И самые-самые-самые больные, самые такие действительно, скажем так, вопящие адреса мы включили в эту адресную программу капитального ремонта. И очень надеемся, что осенью мы перед жителями отчитаемся и, как говорится, краснеть при этом не будем. Колпинцы спрашивали о косметическом ремонте парадных, о разбитых контейнерных площадках, о запахе канализации. Была озвучена даже такая проблема, как голуби, поселившиеся в вентиляционных шахтах. Все заявленные адреса будут взяты на контроль руководством ЖКС, а жители получат ответы на свои жалобы в письменном виде. Артем Поттер, Руслан Бичурин, Новости Колпинского района.